Южная Забайкалья не является так таковым ареалом Снежного Барса. И все известные нам случаи это только лишь опросные сведения о заходах. И сегодня главной задачей наших работ это выяснить, действительно ли Снежный Барс может там обитать. То есть территория очень большая, таежная и может Снежный Барс приспособился к этой среде и может там жить. Сложность работ на данной территории это конечно же ландшафт, ну и плюс большая концентрация медведей, которые ломают аппаратуру, не дают работать. Ну и в этом году мы решили эту проблему и изготовили специальные металлические боксы, которые позволят защитить аппаратуру от самого медведя, но и от человеческого фактора. Например, чтобы люди тоже не касались, не ломали ловушки, не забирали, не крали. Работа на данной территории проводится совместно с фондом Мир вокруг тебя, корпорации Сибирское здоровье. Из полученных материалов нам уже удалось снять всех представителей Таежной и Фауны, ну кроме Снежного Барса. То есть эта работа очень кропотливая, ну и мы надеемся, что в дальнейшем мы найдем следы существования и пребывания на территории Снежного Барса. Пусть даже это будет и завод.